Ежегодно сотрудники Дмитровского филиала МОСОБЛЛЕС проводят в наших лесах так называемые санитарные рубки и очистку леса. Это один из видов ухода с лесными насаждениями. Со временем делянки, на которых посажены хвойные деревья, зарастают второстепенной древесиной. К ней относятся осина, береза, лощина. Поросы ляких пород мешают нормальному росту елей и сосен. На помощь хвойным приходят лесники. Они берут в руки кусторезы, бензопилы и выпиливают второстепенные породы. Уборка леса от захламленности проводится в основном вдоль трассы федерального значения. В этом году опять же были контракты заключены на все виды лесохозяйственных работ. Это начиная с посадки леса и заканчивая вырубкой леса. В настоящее время мы находимся на площади Деденевского участкового лесничества, где проводится вид лесохозяйственной работы, называемый очистка леса от захламленности. Что это собой представляет? Мы все прекрасно знаем, что лес это живой организм. Так же, как и человек, живет, растет, процветает, стареет. Так же самый лесной массив. Происходит естественный отпад, происходит масса негативных воздействий. Приходится, естественно, что-то подбирать, что-то убирать, для того, чтобы лес приводить в порядок. Для того, чтобы принять участие в таких работах, нужно пройти процедуру торгов, регламентированную федеральным законом номер 94. На интернет-площадке в режиме онлайн специализированные организации принимают участие в торгах на тот или иной вид работ. В этом году уборку леса от захламленности осуществляет московская компания, выигравшая тендер. До 31 августа ей нужно успеть очистить 97 гектаров леса. Основное условие торгов – минимальная цена за выполнение работы. Этим обстоятельством умело пользуются мошенники. Максимально занижая стоимость работ, такие организации уже не в состоянии выполнить запланированные объемы. Так было не раз с тех пор, как президентом был подписан федеральный закон номер 94 о госзакупках. Например, вот эти огромные столетние липы на улице Фабричиной в поселке Деденево уже в третий раз выставляются на торги. Прежние победители аукционов так и не смогли их спилить. В администрации существует своя комиссия, которая ездит по поселку и определяет опасные деревья. Ну и я так думаю, что процентов 70, наверное, это все-таки заявления местных жителей, которые приходят и все-таки уже доносят свои проблемы по деревьям, которые угрожают постройкам, электролиниям электропередач, ну и так далее. В этом году сколько вы пилите опасных деревьев? Ну, с одной стороны, посмотреть по контракту вроде бы и немного. 50 деревьев убирается аварийных, то есть такие, которые уже угрожают и постройкам, и линиям электропередач. 142 дерева кронируются. А с другой стороны, если, конечно, посмотреть на эти опасные деревья, что они собой представляют, ну это огромный и тяжелый труд. То есть для того, чтобы удалить этих 50 деревьев, это все-таки надо очень постараться для того, чтобы их удалить. Такие высокие старые деревья представляют реальную угрозу для жизни людей. Сильный ветер без труда ломает сучи и кидает их на крыши домов и линии электропередач. Для работ по спиливанию зеленых исполинов привлекаются профессиональные альпинисты и специальная техника. Основной рабочий инструмент – бензопилы. Спиленные сучьи и стволы деревьев вывозятся на пилорамы для переработки или сжигания. В лесу тоже желательно не оставлять спиленные деревья, так как они в будущем могут послужить хорошей кормовой базой для короеда, типографа и других насекомых-вредителей. Кстати, по словам Александра Колчанова, волна нашествия типографа и халькографа спала. Но по-прежнему подмосковный лес серьезно страдает от этого жучка.